Всем известно, что в нашей Вселенной действуют физические законы природы, но существуют еще и духовные истины, от которых зависят наши взаимоотношения с Богом. Давайте рассмотрим их. Первая истина. Бог любит нас, и у Него есть удивительный замысел относительно нашей жизни. Любовь Бога. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Первая Иоанна 4.10. Для чего Он создал нас? Из одного человека Он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю. Он определил для всех людей время и место на земле. Бог сделал все, чтобы люди смогли искать Его, прийти к Нему и найти Его, потому что Он близок к нам. Ведь в Нем мы живем, движемся и существуем. Деяние 17.26.28. Замысел Бога. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, то есть полноценную жизнь, наполненную глубоким смыслом». Иоанна 10.10. Почему же большинство людей не живет полноценной и счастливой жизнью? Вторая Истина. Человек грешен и отделен от Бога, поэтому он не в состоянии узнать ни Бога, ни Его любви, ни Его замысла. Бог свят. Бог сказал, «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1.16. Человек грешен. Все согрешили и лишены славы Бога. Римлянам 3.23. Человек был создан для того, чтобы жить в тесном общении с Богом, но из-за упрямого своеволия он избрал свой собственный путь, поэтому и общение со святым Богом было нарушено. Это своеволие, проявляемое в активном непослушании или просто в равнодушном отношении к Богу, в Библии называется грехом. Человек отделен от Бога. Возмездие, плата за грех – смерть. Духовное отлучение от Бога. Римлянам 6.23. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Исайя 59.2. Этот рисунок показывает, что Бог святой, а человек грешный. Огромный барьер греха разделяет их. Стрелки показывают, что человек постоянно пытается достичь Бога своими собственными силами. Например, добрыми делами, философией или соблюдением традиций и праздников. Но всего этого недостаточно, чтобы примирить нас с Богом и открыть нам доступ к Нему. О единственном решении проблемы греха нам рассказывает третья истина. Третья истина. Иисус Христос – единственный данный Богом путь избавления от греха. Через Него мы можем узнать Бога, Его любовь и Его замысел. Он умер за нас. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Римлянам 5.8 Он воскрес из мертвых. Христос умер за грехи наши. Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию и явился Кифе, Петру. Потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам. Первое Коринфянам 15.3.6 Он – единственный путь к Богу. Иисус сказал, «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14.16 Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Иоанна 3.16 Этот рисунок показывает, что Бог убрал барьер греха, разделившего Его и человека, послав Иисуса Христа умереть на кресте за нас, чтобы искупить наши грехи. Но знать эти три истины недостаточно. Четвертая истина. Мы сможем узнать Бога, Его замысел и Его любовь, если поверим в Иисуса Христа, как нашего Спасителя. Нам нужно поверить и принятие Иисуса. Всем тем, кто Его принял и кто поверил Его имени, Он дал право стать детьми Бога. Иоанна 1.12 Мы спасаемся через веру в Иисуса, а не по нашим добрым делам, потому что благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Бога, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2.8.9 Мы принимаем Иисуса, лично приглашая Его войти в нашу жизнь сердца. Иисус говорит, смотри, я стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и откроет, к тому я войду. Откровение 3.20 Принятие Иисуса – это значит исповедать наши грехи, принять Его прощение, позволить Ему войти в нашу жизнь и сделать из нас таких людей, какими Он желает нас видеть. Недостаточно просто осознать разумом, что Иисус – единственная жертва за наши грехи. Также недостаточно иметь одни эмоциональные переживания. Главное – принятие Иисуса верой. А это добровольный и сознательный выбор нашей воли. Эти два рисунка символизируют два вида жизни. Жизнь, управляемая самим человеком. Я, человеческое Я, находится на троне жизни. И Иисус не участвует в жизни человека. Жизнь, управляемая Иисусом. И Иисус на троне жизни. Я, человеческое Я, уступает свое место Иисусу. Какой рисунок лучше изображает вашу жизнь? Какой из них вам хотелось бы выбрать? Далее объясняется, как вы можете принять Иисуса. Вы можете принять Иисуса верой прямо сейчас, обратившись к Нему в молитве. Молитва – это разговор с Богом. Бог знает вас, и Его не так заботят ваши слова, как состояние вашего сердца. Ваша молитва веры может звучать примерно так. Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я признаю, что я грешен перед Тобой, Святым Богом. Благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте и стал жертвой за мои грехи. Прости грехи всей моей жизни. Я открываю дверь моего сердца и принимаю Тебя как моего личного спасителя. Благодарю Тебя за прощение моих грехов и дар вечной жизни. Возьми мою жизнь в свои руки. Сделай из меня такого человека, каким бы Ты хотел меня видеть. Аминь. Выражает ли эта молитва желание вашего сердца? Если да, то помолитесь этой молитвой прямо сейчас, и Иисус войдет в вашу жизнь, как Он обещал. Субтитры создавал DimaTorzok